Когда мы смотрим на проблему природы геополитических угроз, когда мы говорим геополитика, то есть политика в масштабах всего мира, то здесь одной политологии точно будет недостаточно для того, чтобы ответить на этот вопрос. И, конечно, самые сильные позиции здесь исторические. Если мы располагаем информацией о достоверной истории, то мы сможем посмотреть с вами не только тенденцию, но также мы можем с вами посмотреть и частотность. Происхождение событий. Когда я говорю тенденцию, я подразумеваю систему развития этого явления. И безусловно, нам каким-то образом нужно будет объяснить масштабирование подобного рода угроз. Если мы с вами возьмем историзм, то давайте посмотрим на два момента. Существуют такие моменты, то есть момент, с которого начали изучать геополитические угрозы и было достаточно длительное время, когда эти геополитические угрозы не изучались. И мы можем совершенно спокойно сказать, что разумная история, то есть та история, которая подлежит оценке, это где-то, мы могли бы сказать, в веке так, с 15-16. То есть почему мы будем говорить таким способом, потому что я бы начал еще раньше, намного, но у нас нет документов. Итак, геополитические угрозы предполагают как условия, безусловно, наличие государства. В общем-то, главными геополитическими угрозами все-таки были империи. То есть кому-то понадобилась империя, да, и вот причиной геополитической угрозы всемирной становилась, в общем-то, империя. То есть мы хотели завоевать весь мир и навести там порядок какой-то. И когда мы говорим, в общем-то, о построении империи любой, цель этой империи – это масштабирование личности. То есть мы имеем дело с захватом территории и установлением там своего порядка, да. И главный, например, побудительный мотив, да, если мы говорим о Карле Пятом, видим побудительный мотив – это, безусловно, религиозный мотив. Распространение христианства, что любому вот этому угрожающему фактору предшествует философская, как бы, идея. То есть мы не найдем, в общем-то, ни одной войны, ни одной конкисты, которая бы не предшествовала философская, как бы, идея. Мы можем сказать, религиозно-философская, но не всегда это религиозно-философская. То есть, когда мы видим христианизацию Европы, мы видим главной угрозой геополитической Европы, как бы, болезнь. Да, то есть, заболевание. То есть, чума. Ну и, как вы понимаете, без такой идеи о спасении, да, безусловно, христианизировать Европу просто невозможно. И нам говорим, геополитическое и угроза, мы имеем дело с мировым уровнем. То есть, там вопросы ставятся не, в общем-то, в какой-то части Земли, а достаточно значительных частей Земли. Ну, то есть, как бы, мы имеем дело с целыми континентами, чаще всего. И, конечно, то есть, там главный момент, когда мы могли бы начать изучать вот эти вот угрозы, что даже совсем близко к нам, это уже Первая мировая война. И все говорят, что вот эта философская идея создает политику, да, то есть, как бы, а политика является причиной возникновения геополитической угрозы. Геополитическая угроза, она еще и скрытая, как всегда. Да, она скрыта. То есть, мы не всегда понимаем конечную цель реализации этой же геополитической угрозы. И, безусловно, когда мы смотрим на Первую мировую войну, это, в общем-то, война философии между собой, безусловно. А вот, когда мы подходим ко Второй мировой войне, мы, как бы, можем стать говорить четко, всем хотелось бы думать, что это война и идеология. На самом деле, ключевыми факторами являются экономические. Любой геополитической угрозе предшествует философская идея, да. Она, в общем-то, порождает причину. И вот тут причина, мы видим с вами, может быть, философская, может быть, экономическая, может быть, какая угода. То есть, причина, как бы, порождает вид угрозы, то есть, инструмент реализации угрозы. Что это будет, война, эпидемия, там, другие какие-то формы геополитического угроза. И, безусловно, требует, требует ресурсов реализации этого угроза. То есть, что это будет, армия, монашеский корпус, кто это будет делать. И, так как мы видим двигательно-динамическую схему реализации угрозы, мы сразу можем сделать довод, что любая геополитическая угроза, в ее основе лежит разность миндалидермо составляющих, да. И любая реализация вот этой геополитической угрозы, она субъективна. То есть, люди адекватно смотреть на происходящее и на последствия не способны. При разности миндалидерных, как бы, составляющих. То есть, стороны конфликта или стороны геополитики в силу разности миндалидерных составляющих не могут адекватно оценивать, в общем-то, действительность. То есть, надо сказать, такого беззакония, как во время последней пандемии, вот этого коронавируса, не было в, в общем-то, мире очень длительный промежуток, как бы, времени, когда были нарушены все законы, права человека и так далее и тому подобное. Отсюда, как бы, мы можем сделать, как бы, вывод, что подобного рода акции, как бы, геополитические, они, в общем-то, ну, как бы, не что иное, как репетиция перед чем-то больше. А, вы спросите, а перед чем больше? Знаете, Иисус Христос, когда говорил, если у вас есть глаза, уши слушайте, а в глаза смотрите, да? Вам не сложно будет определить, перед чем больше была, как бы, пандемия. Я думаю, что я достаточно доказательно, последовательно объяснил причину геополитических угроз, то есть, это разность менталитетных, как бы, составляющих у меня. Я последовательно показал двигательно-динамическую схему реализации самой геополитической вот этой угрозы. И я, как бы, привел достаточно примеров, на которых вы эти формулы могли бы проверить. Спасибо за внимание.